Если есть какое-то слово, то в достаточно длинной последовательности оно встретится с большой вероятностью. Это, конечно, правда, но интересно, доказать это я могу строго или нет? Раньше несколько минут на объяснение этого эффекта. Он совсем простой, но его, безусловно, надо понимать. Сейчас 2018 год. Давайте я оцениваю, насколько длинную, случайную последовательность цифр надо написать, чтобы там с вероятностью больше, чем 99%, подряд встретились цифры 2, 0, 1, 8. Я пишу цифры. Вначале любая 10, потом любая и так далее, и так далее. Хочу, чтобы в каком-то месте встретилось 2, 0, 1, 8. На самом деле, конечно, можно проводить точное вычисление, смотреть точное количество чисел, но я сейчас сделаю совсем просто. Нарежу на 4-циферные кусты все мое слово и скажу, что всего буду рассматривать 4N цифры. И буду даже не просто искать 2, 0, 1, 8, а 2, 0, 1, 8 именно в такой позиции. То есть вот у меня идут первые 4 цифры, потом 4 цифры, потом 4 цифры и так далее. И в какой-то момент встретятся вот именно так 2, 0, 1, 8. Оказывается, эту вероятность очень легко найти. Почему? Потому что вероятность того, что вот эти цифры не встретятся, это что такое? Это здесь не встретятся, здесь, не встретятся, здесь, не встретятся, здесь, здесь и здесь. То есть это n независимых событий, а, как известно, вероятность независимых событий – это происхождение вероятности. Сколько всего четырехзначных числ? Ну-ка, 10 четвертых. Сколько из них – это не 2,0,1,8? Понятно, сколько. 9999. Вот, ребята, такова вероятность, что на первых четырех листах не написано 2,0,1,8. Здесь не написано 2,0,1,8. То есть я сейчас должен произвести вот это число в 1,0. Хочу, чтобы вот эта вероятность была бы меньше 1,0. Другими словами, я хочу, чтобы 100 было меньше, чем вот такая же. Есть минус 2. Здесь, на самом деле, даже достаточно не биномного. Здесь достаточно такого неравенства. Наверное, вы его знаете. Если 1 плюс А возбудишь в 1 степень, то это больше или равно, чем 1 плюс n2. При любом положении, в том числе А. Просто если возбудишь в степень, тогда будет еще слагальным биномным биномным, а четвертых можно отменить. Замечательно. Значит, вместо того, чтобы писать здесь 100 меньше, я могу писать так. Вот это вот больше, чем 1 плюс n разделить на 9999. А уже это, чтобы было больше. Ну, все легко. 99 умножить на 9999 должно быть меньше, чем n. Потому что достаточно вот этого неравенства, чтобы все убавить. На самом деле, это только оценка, и не обязан быть оттоким. Можно чуть поменьше, но дело не в этом. А дело в том, что, в принципе, я доказал, что с вероятностью, стремящейся к имениться, в достаточно длинной последовательности будет у нас 2.018. Как и любая другая последовательность. Таким образом, игра обязательно закончится. То есть, не может быть такого, чтобы слово РОО никогда бы не встретилось. То, что данное слово, скажем, 2.018, не встречается, это событие вероятности.